1 мая 2011 года. Торжественная высадка молодых лип. Мэр Виктор Софьянов говорит положенные в такие моменты речи и берется самостоятельно посадить дерево. Тогда на этом месте было много влиятельных людей. Говорили о том, что липовая аллея должна стать гордостью города. Но все так и осталось словами. По задумке властей это место должно было быть окружено липовой аллеей, но молодые деревца, высаженные совсем недавно, перерастив в большие, широкие, раскидистые липы, не обещают. В такую жару деревья просто-напросто гибнут. Молодые липки не выдерживают пекла. Вот на этом дереве, посаженном в память о младшем сержанте Николае Козлове, не распустилось ни одного листочка. Все почки на молодой липе засохли. Пожелтели и хвойные, высаженные вдоль аллеи. Спасти деревья от жары можно было бы, если бы кто-нибудь хотел поливать липы и ели. Здесь обязали совхоз коммунальник. Их ночью поливают. А вот вы каждый день их поливаете? Нет, через день поливаю. Но сейчас же жара, нельзя ли каждый день? От меня что вы хотите? Люди умереть должны ночью, каждую ночь по 12 часов работать. Цинизм сотрудников совхоза коммунальник просто поражает. Деревья эти высажены в память о тех, кто отдал жизнь на войне. Но помнить подвиг солдат властные товарищи, по видимости, не хотят. А вот кроны, макушки, как-то можно их защитить? Они же горят, все. Чем бы кроны и макушки защитить? Ну, может быть, чем-то накрыть. И кто вам это разрешает? Ну, это вам должны разрешать они? Они не разрешают это. А кто вам не разрешает? Руководство. А почему? Мэрия. Потому что выглядит ненадлежащим образом. Конечно, красота это важно. Но при таком солнцепеке молодые деревца проживут разве что месяц-другой. А что потом? Скорее всего, с громкими речами и лозунгами начнут высаживать новые. А пока власти решают, как красивее родители погибших солдат поливают эти липки самостоятельно. Подвиг их сыновей, по видимости, нужен только им. Татьяна Суворова, Игорь Олейников. Для программы Оперативный эфир.